Давай, сажу. Симпи! Доставай! Доставай, да! Всем большой привет! Рада видеть вас на моём канале. Я надеюсь, что нас видно. Я сегодня снимаю видео о пустых баночках, но снимаю его не одна. У меня специальный гость сегодня. Да, Мариша? Симпи! Майские праздники, садик не работает. Несмотря на то, что мы ходим в частный садик, так что у нас также 5 дней выходных, как и у остальных. Я, если честно, про эти майские праздники как-то забыла и напланировала себе на эту неделю съёмку 5 видео. Но получится у меня снять только пустые баночки, потому что это такой более как бы расслабленный, скажем, формат. И я смогу его снять вместе с Маришкой. Так что сейчас мы покажем вам, что у нас из косметики закончилось, да? В общем, Марина отказалась снимать со мной видео. Она решила найти себе дела поинтереснее. Ну, одной быстрее справлюсь. И начну я со скрабов для тела. У меня, на самом деле, очень много закончилось скрабов для тела за последнее время, потому что, ну, подготовка к пляжному сезону, сами понимаете. Но не знаю, какой у меня будет пляж в этом году. Наверное, пляж где-нибудь на Финском заливе, потому что мы начинаем ремонт. И думаю, что в отпуск мы не поедем. Но, тем не менее, закончился у меня вот такой вот скраб от марки Геомар. Скраб с морской солью и с клубникой. По-моему, там есть несколько разных версий. Я покупала его в ленте по акции. Он мне обошелся, по-моему, рублей в 400. А так полная цена у него 1000 рублей. Но вот за 1000, если честно, я бы его не купила. Хотя он очень даже неплохой. И чем-то мне напомнил скраб от Калистар. Тоже здесь много разных масел. Но до Калистар, конечно, он не дотягивает. Но при том, что он стоит раз в 5 или в 4 меньше, все равно он очень даже неплохой. Соль в составе скраба довольно мелкая. Хорошо отшелушивает кожу, не повреждает ее, не царапает. И скраб очень и очень вкусно пахнет клубникой. В общем, я бы, наверное, еще раз взяла его по скидке. Но за полную стоимость, наверное, больше бы не стала брать. И закончился у меня вот такой вот скраб от Домашней рецепты. Антицеллюлитный. Если честно, он мне не понравился. Несмотря на то, что это тоже скраб соляной. Я люблю соляные скрабы. Но здесь идет в составе очень и очень много разных масел. В том числе масло ши. И за счет этого скраб получается таким прям жирным. И вот эти вот скрабирующие частицы здесь тоже довольно небольшие. И они очень плохо скрабируют кожу. То есть, мне кажется, что он скорее подойдет для какой-то такой суперчувствительной кожи. Для которой большинство скрабов не подходит. Потому что они могут очень сильно кожу царапать. А этот такой получается какой-то очень мягкий. Ну, то есть, вот это действие смягчается благодаря маслам в составе. Но в целом состав неплохой. Кожа после применения очень мягкая. Такая приятная на ощупь. Но других плюсов я здесь не заметила. И расход получается тоже довольно большой. Поэтому я вот с трудом его добила. Но больше покупать точно не буду. Также закончился у меня вот такой вот скрабик с кокосом из магазина Вкусфил. Но для них эти скрабы делает Спивак. Я не знаю, есть ли у Спивака вот такой вот скраб. Потому что я их косметикой, по-моему, никогда и не пользовалась. Но этот скраб просто обалденный, девчонки. Значит, здесь в составе морская соль, сахар, кокосовая стружка и органическое масло кокоса. Всё. Этот скраб настолько вкусно пахнет, что реально хочется его съесть. И когда ты вот этим вот всем натираешься, это просто такое блаженство. Я, если честно, обалдела просто, когда я его использовала. Но он очень-очень быстро заканчивается. И мне кажется, что такой скраб вполне можно сделать дома самим. Но у него какая-то была не очень высокая цена. Рублей, наверное, 160. Поэтому я думаю, что я его ещё раз обязательно куплю. И второй скраб тоже, который я покупала в магазине Вкусвилл. Это скраб кофе апельсин. У меня здесь ещё целых, наверное, полпакета осталось. Но я его выбрасываю. И сейчас объясню вам, почему. Во-первых, пахнет он очень тоже приятно. Знаете, мне это напоминает запах какого-то тёмного горького шоколада с апельсином. У Линд есть такой шоколад. Запах у него приятный. Здесь в составе кофе, сахар, какао-порошок, цедра апельсина и масла миндальные. Абрикосовые косточки, виноградные косточки и эфирное масло также апельсина. Состав очень хороший. Но, вы знаете, у меня от этого скраба просто очень сильно болят руки при нанесении. Я там, например, одну ногу поскраблю. Начинаю вторую и понимаю, что у меня уже просто болят ладошки. Потому что здесь вот эти кофейные частицы, они очень грубые. И как-то сильно мне царапают кожу рук. Не знаю, мне очень неприятно им пользоваться. Я вот два раза пыталась, но поняла, что не могу. Поэтому я его выбрасываю. Не буду себя мучить. Но если вы любите кофейные скрабы и они вам не доставляют никакого неудобства, то попробуйте. Потому что состав здесь неплохой и пахнет просто волшебно. Дальше у меня закончилась вот такая вот соль для ванн вербена и розового дерева. На самом деле, я в последнее время пользуюсь одними и теми же всеми солями для ванн. Я вам показывала моя любимая. Это такая английская соль для ванн для похудения в зелёной упаковке. Я не помню производителя. Может быть, напишу под видео. И часто я покупаю просто обычную соль без добавок. Но когда пробую какие-то новые, и если мне попадается что-то классное, обязательно вам об этом рассказываю. И вот от этой марки Зелёная аптека. Мне также очень нравится соль с лавандой. Но я попробовала у них с вербеной и розовым деревом. Мне она понравилась ещё больше. Она настолько круто пахнет. Я просто обожаю запах вербены. Такой свежий цитрусовый аромат. И мне понравилось, что после этой соли у меня кожа прям какая-то даже такая была увлажнённая. Я продолжаю принимать свои соляные ванны. И считаю, что это один из самых лучших способов для того, чтобы скинуть вес, убрать отёки. И привести свою кожу в тонус, потому что в соли содержится очень-очень много разных полезных компонентов. Также у меня закончился скраб для лица. Сахарный скраб от L'Oreal. Это у меня был такой вот коричневый скраб, придающий сияние. Я вам про него уже рассказывала. Видите, здесь ничего нет. Но, если честно, я его уже допользовала там здесь на декольте. Потому что для лица он мне не очень подошёл. Хотя пахнет он волшебно. Это абсолютный аналог, бюджетный аналог сахарного скраба от марки Fresh, которую я просто обожаю. Но этот скраб моей коже совершенно не подошёл. У меня кожа комбинированная, склонная к жирности. И он оказался для меня слишком мягким и слишком таким питательным. Потому что после него кожа остаётся очень увлажнённой, напитанной. И здесь много в составе масел. Я думаю, что он скорее подойдёт для сухой, нормальной кожи. Мне же из этой серии больше нравится скраб зелёненький с киви. Далее у меня закончилась вот такая вот умывалка от марки Alafia, которую я заказывала на iHerb. И я уже неоднократно вам её показывала. Это умывалка с кокосом и нимом. И это полностью натуральное средство с натуральной моющей основой. Мне хватает этой бутылки очень и очень надолго. Потому что здесь целых почти 350 мл. И нужно совсем небольшое количество. Оно просто отлично пенится, убирает с лица всю грязь. Весь макияж, все остатки макияжа. Вообще это средство предназначено для нормальной сухой кожи. Но для моей комбинированной склонной к жирности оно также вполне подошло. Также у меня закончились вот такие вот отшелушивающие диски от First Aid Beauty. Здесь у меня были диски с кислотами. По-моему здесь была гликолевая и молочная кислота. Очень неплохой продукт на самом деле. Но сейчас я продолжаю пользоваться тоником с гликолевой кислотой от Ordinary. И могу сказать, что вот эти вот подушечки, они гораздо мягче. Здесь, наверное, всё-таки больше именно молочной кислоты. Но эти диски, как мне кажется, неплохой вариант для тех, кто не любит возиться с тоником, с дисками ватными. Либо если вам нужно взять с собой что-то в дорогу, в путешествии. У меня есть ещё от этой марки сейчас крем увлажняющий. Ещё не закончила его и умывалка. Очень неплохие все продукты. И, кстати, с доставкой в Россию можно купить эти средства на сайте Look Fantastic. Следующая у меня закончилась сыворотка от марки Instant Natural с витамином С. Очень неплохая. Здесь также есть гиалуроновая кислота, фируловая кислота. И есть много разных растительных экстрактов. Но, знаете, вот эта вот сыворотка мне показалась такой очень-очень лёгкой. Она очень неплохо кожу увлажняет и улучшает цвет лица. Также слегка обладает таким отшелушивающим действием, обновляющим. Так как здесь есть фируловая кислота. Но фируловая кислота это, наверное, одна из самых мягких кислот. Поэтому у этой сыворотки такое очень-очень нежное действие. И она идеально подойдёт для новичков. Если вы только-только начинаете пользоваться кислотами, я думаю, что для вас это будет то, что нужно. Я на неё тоже обязательно оставлю ссылочку. Эту сыворотку можно купить на сайте iHerb. Следующее, что у меня закончилось, это штука, которую я вам рассказывала уже неоднократно. Это такой что-то типа тоника эмульсии от марки Козерекс, который также я заказывала на iHerb. С салициловой кислотой и танином. И это просто незаменимая вещь для тех, у кого проблемная кожа, для тех, кто любит что-то там у себя на лице подавить. Для тех, кто любит, для тех, кто ходит точнее на чистке лица. Так как здесь содержится салициловая кислота, которая проникает глубоко в поры и помогает их очистить. И танин он помогает поры сузить. И у меня это средство закончилось. Хотя там ещё что-то, наверное, осталось. Нужно допользовать. Но я уже заказала себе новое и уже пользуюсь во всю им. Потому что недавно была опять у меня чистка. Как недавно, пару недель назад. И на днях я тут сама себе кое-что подавила. В общем, у меня сейчас опять с лицом происходит не пойми что. Но вот эта вот штука очень сильно выручает. Очень советую девчонке тем, у кого кожа проблемная. Также я добила уже маску. Вот эту вот маску Мезо Комплекс от марки Белита. Маска для век. Очень нравится. Уже несколько раз её брала увлажняющая. И также из этой же линейки Мезо Пилинг Скатка для лица. Очень люблю такие вот пилинги-скатки. Очень мягкое отшелушивающее средство. Здесь содержится молочная кислота. Для тех, кто не любит какие-то жёсткие скрабы. Кому нельзя пользоваться скрабами. Потому что есть какие-то, например, противопоказания. Подойдёт абсолютно для любого типа кожи. И это средство можно даже использовать в летнее время. Потому что молочная кислота, она довольно мягкая. Но, конечно же, не забывайте про SPF, если вы пользуетесь кислотами летом. Далее у меня закончилось несколько масок. Вот такая вот увлажняющая тканевая масочка от Dr.Jart. Уже беру не в первый раз. Мне она безумно нравится. Несмотря на то, что все тканевые маски, они в принципе похожи по своим действиям. Но всё равно есть те, которые чуть лучше увлажняют. Те, которые чуть хуже увлажняют. Эта же масочка мне нравится тем, что она как-то оказывает такое долговременное увлажнение. Кожа остаётся увлажнённой абсолютно весь день. И она как-то даже немножечко улучшает цвет лица. Так что очень вам советую. Они очень часто бывают в Эль-де-Бате, в Сифоре со скидками. Конечно, за полную стоимость я их редко беру. И также у меня закончился набор вот такой вот от Jepin'Gals. Здесь было 7 масок. Я очень часто беру вот такие вот их наборчики. Но, честно говоря, вот эти вот мне не очень понравились. С фруктами. Как-то я от них не ощутила какого-то сильного увлажнения. И плюс какая-то у них форма была не очень удачная. Хотя обычно мне эти маски нравятся. Но в этот раз они какие-то были мелковатые. И на моё лицо как-то не всё захватывали. Плюс у меня они показались суховатыми. То есть мне мало было там вот этой вот жидкости. Так что они очень понравились. То есть самые лучшие у них маски с гиалуроновой кислотой. Такие в голубой упаковке. Они увлажняют просто отлично. Далее у меня закончилось вот такое вот средство. Это серо. Чистая сера, которую я также брала на iHerb. И у меня это была мини-версия. Ну, как пробная такая версия. Очень крутой продукт для того, чтобы как-то подсушить ваши воспаления. Для того, чтобы они быстрее проходили. Мне это средство очень и очень помогало. Очень меня выручало, когда у меня появлялось несколько таких неприятных воспалений на лице. Накладывала их на ночь очень-очень тонким слоем. И на утро все выглядело гораздо лучше. И через 2-3 дня воспаление просто пропадало. Обязательно возьму себе полную версию. Также добила свою масочку от Пойот. Это была у меня детокс маска. Очень неплохая масочка с двойным эффектом. Она и очищает кожу, так как здесь в составе есть глина. И оказывает такой детокс эффект. На лице появляется здоровый румянец. Кожа розовая, очень чистая. Обожаю эту маску. Тоже вам очень и очень ее рекомендую. Единственное, что здесь советуют ее держать 5-7 минут. Я всегда ее держала немножко дольше. И тогда эффект был намного круче. Также закончилось мое масло шиповника, которое я также заказывала на iHerb. Очень крутой продукт, девчонки. Вот это единственное масло, которым я сейчас в последнее время пользуюсь. Так как у меня в последнее время очень много высыпаний на лице. И масло шиповника, я думаю, что вы знаете, оно наоборот показано проблемной кожей. Кожей с высыпаниями. Потому что оно не забывает поры, оно помогает высыпания сокращать. И в нем содержится природный витамин А, то есть ретинол, который также благотворно влияет на проблемную кожу. И вы знаете, единственное, что мне не очень понравилось. Может быть, это косяк именно вот в этом масле, этой марки. Но это, кстати, было первое мое масло. Я хочу в этот раз попробовать от Ordinary. Так вот, к концу применения это масло стало как-то очень странно пахнуть каким-то рыбьим жиром. Вот даже сейчас оно закончилось, и из баночки пахнет рыбьим жиром. Не очень приятный аромат, но я все-таки его допользовала. На его свойства это никак не повлияло. Но вот этот вот запах, если честно, немножечко раздражал. Напишите, у кого было так же. Далее у меня закончилась зубная паста. Называется она White Glow Professional Choice. Вот такая вот красненькая. Я эту пасту уже брала не один раз, и для меня это самая лучшая отбеливающая паста, потому что она реально работает, и она не повреждает эмаль. Она довольно мягкая, но действенная при этом. Покупала я ее, по-моему, в магазине Подружка, и мне нравится именно вот эта вот красненькая. И, кстати, у этой марки White Glow есть также система такая для отбеливания зубов. Там есть такие капы, гель, который вы наливаете туда. По-моему, надо 30 минут с ней ходить или час, но, в общем, она тоже очень неплохая. При этом бюджетная я как-то тоже ей пользовалась. Так что обратите обязательно внимание на эти продукты. Закончился у меня также крем для рук. Вот такая вот миниатюрка от L'Occitane с пионом. Эту миниатюрку я покупала, по-моему, где-то у нас в Duty Free, когда улетала в прошлый раз в отпуск осенью. И он у меня потом в сумочке валялся. Я так время от времени им пользовалась. Очень приятный, лёгкий крем, но не скажу, что он как-то супер увлажняет или питает кожу. Но, знаете, на экстренные такие случаи, если у вас больше ничего под рукой нет, то бросить сумочку, в принципе, неплохой вариант. Но я очень люблю именно запах вот в этой вот всей линейке L'Occitane с пионом. Он просто божественный. Ну, вы знаете, что я, в принципе, люблю запах пиона. Так что попробуйте, кто любит запах пиона. Я думаю, что вам понравится. Ещё вот такой вот у меня крем закончился от марки Бесу. Кстати, марка Бесу – это моя находка недавняя. У них просто потрясающие кремы для тела. Я сейчас ещё тестирую и пей для душа, и сыворотку под глаза. Они мне прислали на обзор. Ну, я сама напросилась к ним, на самом деле, в рассылку, потому что мне очень нравятся их продукты. Но у них настолько всё классное, при этом бюджетное. У нас в магазинах как-то выбор не очень большой. Но я знаю, что у них на Wildberries представлена полная линейка. У них есть уход для лица, есть уход для тела, для волос. Но вот эти вот кремики для тела у них просто потрясающие. Они недорогие. Здесь очень хороший натуральный состав. И они реально хорошо работают. Они хорошо увлажняют кожу, напитывают её. И это такое, знаете, долговременное действие. При том, что здесь нет каких-то силиконов в составе. Вот реально только натуральные какие-то масла, экстракты. В общем, это любовь. Я не знаю, кто положил вот этот вот бальзам для губ от марки Ева в мой пакетик с пустыми баночками. Ну, точнее, я знаю, кто это сделал. Но он у меня ещё не закончился. Очень классные, кстати, у Ева такие вот бальзамчики. Такой небольшой закос под колоранс. Но очень-очень неплохие. Положу сейчас его обратно себе в комод. И последнее, что я вам сегодня покажу, это тушь от Mark Jacobs. У меня уже лежит новая запечатанная коробочка этой туши в комоде. Потому что это просто моя очень и очень большая любовь. Для меня этот тушь, это замена туши Dior Extase, которую я долго-долго покупала. Но, по-моему, её уже сняли с производства. Так вот, это тушь для объёма, который делает ваши ресницы просто нереально такими большими, объёмными, красивыми. Знаете, как будто бы с эффектом накладных ресниц. Но один минус и большой, это то, что тушь довольно быстро засыхает. Как, в принципе, и все туши, особенно люксовые туши, они засыхают с какой-то просто бешеной скоростью. Так что буквально каких-то 1-2 месяца и всё, вы не сможете больше этой тушью пользоваться. Но, с другой стороны, это правильно, потому что из таких гигиенических соображений, мне кажется, тушью можно пользоваться не более 1-2 месяцев. Спасибо вам большое, что смотрели это видео. Я надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы ещё не подписаны. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!